В Сочи обсудили улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе вопрос запуска очистных сооружений в районах. Межведомственное совещание провел заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО. Новые маршруты, новые автобусы. В Сочи продолжаются перемены в транспортной отрасли. В чем польза оптимизации и почему выросли тарифы? На вопросы журналистов сегодня отвечало руководство городского департамента транспорта. Пятому классу 13-й школы присвоили имя героя Советского Союза Лизы Чайкиной. В образовательном учреждении Сочи возродили пионерское движение. Известный космонавт протестировал трассу Формулы-1 в Сочи. Ощущения космические, отметил бортинженер МКС Сергей Прокопьев. Сегодня в Сочи обсудили улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на курорте. Межведомственное совещание провел заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба. Мониторинг водных объектов Сочи на протяжении последних четырех лет проводится еженедельно. За это время удалось добиться серьезных результатов. Так только в прошлом году обследовано 3958 объектов. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм при отведении источных вод выявлены в 497 случаях. На этих объектах пришлось вводить ограничения подачи воды, а на владельцев составлять протоколы. Незаконные сбросы фиксируются как на предприятиях, например, мойках автомобилей, так и в частных домовладениях. Большая часть нарушений связаны с несанкционированным сбросом неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию. У нас предстоит летний период, и нам с вами предстоит подготовиться к цели задачи, которая пристает за каждым гражданином, приезжая к нам в Сочи. Она носит два принципа. Первый – это, конечно, здоровитель. И мы всегда говорили о том, что черномочный побережье является таким фактором. Второй принцип – это, что мы должны нарушить форму отдыха, который каждый, приезжая из дальних регионов или ближайших регионов, они хотели отдохнуть. Францентруктура, сам Сочи готов к этому. Администрация Сочи активно прокладывает новые канализационные сети, что также существенно влияет на сокращение числа нарушений. Так, в прошлом году введен в эксплуатацию новый коллектор в переулке Виноградные, что позволило устранить сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод в ливневку от предприятий ООО «Спецтех» и ООО «Рекламное агентство «Слон». В районе санатория «Салют» МВД России отремонтирован аварийный участок ведомственной канализационной сети. Также устранены сбросы неочищенных хозяйственно-бытовых стоков ручей Верещагинский с улицы Молодогвардейской. Ликвидированы незаконные врезки канализации с территорий жилых застроек по улицам Комсомольской, Лизы Чайкиной, Кашевого в ручей Верещагинский, а также в границах улиц Политехнической и Виноградной в районе Бочарова ручья. Отремонтирован аварийный участок по улице Плеханово. В общей сложности направлено в суд 12 исков, по которым собственников обязали принудительно подключиться к централизованным сетям водоотведения. Самая напряженная ситуация пока остается в Лазаревском районе. У нас проблема начинается с Дагомыса. Во-первых, я повторю еще раз, три района, Адлер, Красная Поляна, Коста и центр Сочи, они сегодня работают на новых очистных сооружениях. И это дает хорошие качественные выпуски. Что касается, начиная с Дагомыса, то там действительно очистные сооружения еще построены в советское время. Нам надо обязательно завершить работы по строительству или реконструкции, как Андрей Анатольевич правильно сказал, реконструкции очистных сооружений. Некоторые в самой Лазаревке надо строить новые очистные сооружения. Самая, скажем, сложная ситуация сложилась в ЛАО. За это время, за три года, нам удалось, скажем, сам поселок ЛАО полностью канализовать. То есть центральную канализацию мы сделали. Новых двое очистных сооружений в Красной Поляне и в самом Адлере. Они дают самые, что ни на есть, показатели хорошие. И Бзугинские очистные сооружения, которые работают на два района, на Хостинский и на Центральный. То есть, если говорить о море и выпусках в этих районах, то мы говорим о том, и Мария Александровна это подтвердит, что здесь у нас никаких проблем нет. Также на совещании обсудили вопрос запуска очистных сооружений на полигоне в ЛАО. Заключен контракт, есть подрядная организация, уже закуплено оборудование. И до мая месяца уже будут выполнены работы по запуску очистных сооружений. И очистные сооружения канализации в Зугу, значит, в этом году мы планируем завершить обследование и приступить к завершению строительства второй очереди. Затронули и тему восстановления трубы глубоководного выпуска, которую разрушила штормом. В связи со смещением части глубоководного выпуска необходимо детальное подводное обследование с дальнейшей корректировкой проекта. После определения объемов дополнительного исследования проект будет доработан и выставлен на конкурс для заключения контракта. В Сочи появится два новых автобусных маршрута, а еще восемь уже вышли на линии с нового года. Это экспресс-маршруты и связывают они сразу несколько районов курорта. Новыми стали и номера некоторых автобусов. В чем польза перемен, почему выросли тарифы и продолжится ли оптимизация маршрутной сети? Ответы на вопросы в материале Татьяны Говорковой. Так называемую оптимизацию маршрутной сети сочинцы заметили и прочувствовали с начала нового года. На некоторых автобусах поменялись номера, добавились новые, а в некоторых районах маршрутов и вовсе не стало. Так изменились номера автобусов, курсирующих в Лазаревский район. Бывший 153-й стал 81-м, а 155-й К – 75-м. Оба эти маршрута стали городскими, а значит теперь в них действует льготный проездной билет. В ближайшее время будет решен вопрос и об увеличении количества автобусов по 77-му маршруту. Кстати, все они считаются многотарифными, стоимость проезда в них осталась прежней. Как был проезд в 153-м, 155-м К, так он сохранился на 81-м, 75-м и 77-м маршруте. Вопрос в том, что будет укропнение зон. Такого тарифа, как 8-10 рублей, его, конечно, не будет. Все будет приведено к одному знаменателю – это 22-26 рублей. 26 рублей – такая стоимость проезда будет во всех городских автобусах. В большинстве тариф с 22 до 26 возрос еще до нового года. Это так называемые коммерческие перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу. И сами его устанавливают. В середине марта стоимость проезда уравняется и на муниципальном транспорте, в которых тариф регулируется мэрией. Тарифы, если поднять статистику и быть объективным и честным, сейчас они поднимаются не только в Краснодаре и Сочи, поднимаются вообще у нас по стране, во многих городах. И, я думаю, первая причина, она всем абсолютно понятна. Здесь-то даже нет никакой привязки к инфляции. Я знаю, что там есть вопрос, что больше, чем инфляция. Но помимо инфляции у нас цены на топливо поднялись примерно на 15-20% за последний, менее чем год. Давайте честно говорить. Отсюда поднялись цены не только на топливо, но и на другие горюче-смазочные материалы. Ну и, соответственно, на все остальное. Запчасти, которые тоже необходимы автобусам и так далее и тому подобное. Уже сейчас на улицах города стало больше новых автобусов. Старые марки Hyundai полностью исчезнут с дорог к лету. Вместе с заменой машин добавляются новые маршруты. Так, из центра Сочи и Адлера до Красной Поляны теперь можно добраться на 105-м Э и 135-м Э. Это экспрессные маршруты, которые курсируют по дублеру курортного проспекта. А значит, сокращается время в пути. Еще один новый маршрут курсирует из центра Сочи в головинку под номером 76. Также в центре Сочи появилась двадцатка. Она связывает Макаренко и завокзальный район. Этот маршрут был по просьбе жителей для, в основном, пожилых жителей нашего города. Связывает, собственно, больничный городок и микрорайоны. Кроме того, запланированы еще два новых маршрута, по которым будет проведен конкурс. Это маршрут номер 123 внутри Мацесты. И также новый маршрут из часть совхоза Адлерского района в центр города Сочи на четвертую больницу. Актуальное расписание автобусов можно найти на сайте администрации города и в мобильном приложении sochi.transport. Там же в режиме онлайн отображаются все автобусы по маршрутам. Тем не менее, возможны сбои. Связано это с передачей данных через ГЛОНАСС, который был установлен больше пяти лет назад. Над устранением этой проблемы сейчас проводится работа. Некорректно информацию отображают и электронные табло, установленные к Чемпионату мира по футболу. Дело в том, что контракт с обслуживающей их компанией закончился. А взять на свой баланс город пока их не может. Придется, может быть, и выключить. Пока у нас не появится финансирование, это только городской бюджет, не заложены деньги на их эксплуатацию, скажем так, и обслуживание. Но планируется, что в ближайшем времени это будет, то будем надеяться, что к лету они заработают. Еще одно нововведение в рамках оптимизации маршрутной сети – введение карт оплаты проезда. Проще говоря, расплачиваться в автобусах сочинцы будут по такой же системе, как в Москве. Она исключит прямую передачу денег водителю. Пассажиры смогут платить за проезд транспортной картой или своей банковской. Причем безналичная оплата обойдется дешевле, чем наличный расчет. Специальное оборудование появится во всех автобусах уже к концу апреля. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На поддержку Кубани выделено более 17 миллиардов рублей. Об этом стало известно на совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Участие в нем принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С вице-премьером глава Кубани обсудил дальнейшее развитие региона и вопросы межбюджетных отношений. Виталий Мутко отметил, что в этом году федерация увеличила поддержку края. В форме субсидий и дотаций в регион направлено 17,5 миллиардов рублей. Это на 5 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Эти средства предусмотрены в том числе и на реализацию национальных проектов. Кроме этого, на совещании обсудили ситуацию в долевом строительстве. В прошлом году в Крае ввели в эксплуатацию 14 долгостроев. В планах на 2019-е достроить еще 12 проблемных объектов. Сохранить исторические формы и добавить современную начинку. В Краснодаре сегодня обсудили планы по реконструкции памятника архитектуры кинотеатра «Аврура». Сооружение было сдано в эксплуатацию в 1967 году. Свои предложения по проекту губернатору Вениамину Кондратьеву озвучил потенциальный инвестор Сергей Галицкий. Глава региона обратил внимание на то, что важно сохранить внешний облик здания и его первоначальное назначение. Как рассказал Галицкий, это будет киноконцертный зал. В реконструкции станут применять самые современные материалы. «Хотелось бы, чтобы мы еще раз верили часы, потому что вопрос возникает сегодня, конечно, уже активно. Она в таком состоянии, мимо которого уже пройти просто равнодушно нельзя. Ветшает на глазах буквально. Поэтому я готов сегодня еще раз обсудить, что нам нужно для того, чтобы приступить к ее реконструкции. Мы здесь мэр Краснодара. Мы должны пошагово сегодня понимать, когда мы начнем и когда, естественно, Аврора снова примет своих первых гостей. Вот та Аврора, которая всегда была визитной карточкой коровой столицы. Я еще раз хочу подчеркнуть для всех, что Аврора останется в прежней форме. А внутри это уже будет современный киноконцертный зал. И никаких магазинов, и там бутиков или что-либо там не будет. Такой досуговый центр, безусловно, который будет только радовать всех, кто к нему придет. Аврора останется Авророй. Не мы ее строили, не нам ее и ломать. То, что уже досталось в наследство, давайте наоборот сохраним. Мы, конечно, с очень большой бережностью отнесемся к тем формам, потому что это историчность этого объекта. Мы четко это совершенно понимаем. Мы смотрим сейчас, какие-то концертные залы лучшие. Мы думаем, каких дизайнеров акустики приглашать и так далее, и так далее, чтобы дать тот современное прочтение тех представлений, которые внутри будут происходить, чтобы это было на высоком уровне. Мы внимательно отнесемся к озеленению вокруг этого и ко всем остальным вещам, которые прилегать будут к Авроре. Даже переходы, которые идут к Авроре. Мы все это попробуем дать этому прочтение такое, чтобы горожанам было комфортно. Планируется, что на разработку проекта реконструкция Авроры после того, как администрация города передаст объект инвестору, потребуется около 9 месяцев. После чего должны начаться непосредственно сами работы. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 25 января в Сочи переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем 11-13 градусов выше нуля. Сезон больших скидок в торговом центре Мюнхен до 70%. Модная европейская одежда и обувь по супервыгодным ценам. В магазинах торгового центра Мюнхен скидки 30, 50 до 70%. Модные бренды, оригинальный дизайн, яркие аксессуары. Мюнхен. Время выгодных покупок. Известный космонавт протестировал трассу Формулы-1 в Сочи. Лютчик-космонавт Роскосмоса и бортинженер МКС Сергей Прокопьев принял участие в заезде по первой и единственной в стране трассе, принимающей гонки Формулы-1. На автомобиле из автопарка Сочи-автодрома. По словам космонавта, ощущения во время заезда космические. Прокопьев также отметил, что гоночный трек в Олимпийском парке виден даже из космоса. Летчик впервые посетил как трассу Формулы-1, так и Сочи в целом. На курорте космонавт проходит послеполетную реабилитацию после полета на МКС. Сочи знаменит своим удивительным климатом. Это просто добавляет этому городу такой большой плюс. И плюс ко всему, конечно, то, что здесь можно испытать все возможные климатические зоны в одном месте. Это просто удивительно. В Сочи дни памяти Петра Бажанова. Петр Игнатьевич – один из мэров курорта. Он ушел из жизни в 1975-м, но его заслуги многие сочинцы помнят и сегодня. По случаю старта дней памяти Петра Бажанова сегодня в Сочи состоялась пресс-конференция. В ходе мероприятия вспоминали заслуги Петра Игнатьевича. Бажанов руководил Сочи в 60-е и 70-е годы. Именно в это время на курорте были построены знаковые для города объекты. Центральный стадион, цирк, гостиница «Жемчужина», пансиана «Цветлана» и многие другие. Именно он начал программу переселения жителей в современные дома. Это он предложил развивать Красную Поляну. Немало Бажанов сделал и для укрепления международных связей. Особое отношение было и к культуре. Наряду с тем, что это был совершенно талантливейший инженер, изобретатель, тот, который модернизировал нашу техническую, технологическую инфраструктуру города. Все школы дополнительного образования, которые сейчас в городе существуют, их 13, они все создавались в эпоху деятельности Петра Игнатьевича Бажанова. Бажанов был уверен, без культуры любого рода достижения просто невозможны. И даже был председателем жюри международного песенного фестиваля «Красная гвоздика». В те времена Сочи – центр проведения различных конкурсов и фестивалей, всесоюзных и международных. Но уже тогда на всю страну были известны городские праздники песни про образ современной битвы хоров. В те годы художественная самодеятельность курорта процветала. Это кадры из фильма, известного в Сочи журналиста, редактора спецпроектов телекомпании ФКТ Людмилы Ищенко. Ее документальный фильм – это подробный рассказ о судьбе и заслугах бывшего градоначальника. Петр Иважанов учредил звание «Почетный гражданин города», но сам «Почетным гражданином» не стал. А ведь он мог это сделать своей властью, но он этого не сделал. И, знаете, я очень горжусь, что наш канал, канал НКТ, на котором я работаю, был первый, который приступил к созданию фильма о Петре Иважанове. И еще больше горжусь тем, что мне выпала честь быть автором этой работы. Сама же Людмила Ищенко – лауреат премии Петра Иважанова за поддержку культурных инициатив. Ее учредили несколько лет назад, к столетию бывшего главы города. В ее рамках отмечают тех, кто вносит вклад в развитие культуры курорта. Вспоминать Петра Иважанова в Сочи будут завтра целым рядом мероприятий. Это и возложение цветов к мемориальной доске, установленной на доме, где жил экс-глава курорта, и на месте его захоронения. А также открытие музейной экспозиции и концерты в память о заслугах Петра Игнатьевича. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочи простилась со своим почетным гражданином Норой Лепсверидзе. Панихида состоялась в здании городского собрания. Нора Иракливна 30 лет проработала в местном парламенте. Нора Лепсверидзе была поистине народным избранником, отмечают сочинцы. Будучи депутатом, она занималась социальной политикой и была председателем комитета по этике. Ее сочинку в четвертом поколении лично знал каждый избиратель. Помимо хозяйственной и политической деятельности, почетный гражданин города Нора Иракливна, известна в Сочи как благотворитель. Она оказывала спонсорскую помощь детским садам, школам, выплачивала из личного фонда премии лучшим ученикам. Трудно переоценить ее помощи многодетным, малообеспеченным семьям, сочинцам-инвалидам. В последний путь Нору Лепсверидзе сегодня провожали сотни горожан и, разумеется, коллеги. У нас сегодня в городе большое горе. Ушла из жизни замечательный человек. Человек, который поистине настоящий патриот своего города, своей страны. Ее избиратели очень любили, потому что она оказывала помощь в том числе и за свои собственные деньги. Она направляла свои деньги на своих избирателей, на решение их нужд. Она вообще любила эту жизнь по-настоящему. И многие из них, из нас брали с нее пример. Она была замечательной поэтой. Многие помнят ее стихи, которые она часто посвящала или своим коллегам, либо какому-то местечку, городу Сочи. Пока мы ее будем помнить, пока она будет живой. Нору Раклину знаю много лет. Около 50 лет. Мы с ней параллельно шли по жизни. Всегда Нору отличалась четкость, обязательства. Она всегда, что если обещала, всегда выполняла и делала. И не случайно, даже в городском собрании, когда возникают какие-то конфликты, именно ее избрали председателем комитета по этике. Она могла рулить любую ситуацию. Большая потеря для города, что Нора ушла. Царство и небесное, вечный покой. Я много лет проработал с ней вместе в городском собрании. Это активнейший человек, человек неравнодушный, много сделавшая для нашего города. То, что сюда идут люди таким большим потоком, говорят о ее заслугах, о ее уважении, о ее труде. Мне удостоилось в жизни встретиться в начале 60-х годов с этой молодой, юной, красивой девушкой, которая тогда возглавляла блок питания в гостинице «Москва». И вот, шагая по жизни, сегодня мы стоим вот здесь и, со слезами, я провожаю ее в последний путь человека, патриота, человека, который всю свою жизнь без остатка посвятил делу этому городу любимому, людям. Старалась сделать все, чтобы люди разных национальностей нашего города жили в дружбе. Эта утрата тяжелая и большая. Нора Липсверидзе ушла на 82-м году жизни. Похоронили и почетного гражданина города Сочи на центральном кладбище в завокзальном районе. Первые сочинские пионеры 21-го века. В 13-й школе учеников торжественно приняли сегодня в пионеры на общешкольной линейке, посвященной открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Сегодня в 13-й школе возродили пионерское движение. 36 учеников произнесли клятву, после чего почетные гости повязали им красные галстуки. Я думаю, что здесь вырастут настоящие патриоты государства российского. Растите, играйте в войну понарошке. Пусть всегда будет мирное небо, но будьте готовы Родину защищать, Родину любить, Родине служить. Классный руководитель Надежда Витальевна Грошева считает, что все лучшее необходимо возрождать. Современные пионеры – это, наверное, чуточку другие пионеры, но тем не менее, вот те идеи благородные, возвышенные, они должны остаться. Именно этого не хватает сегодняшнему поколению. Поэтому у нас возникла идея возродить пионерию. Весь педагогический коллектив поддержал идеи учителя школы, в том числе и ветераны-пограничники, которые создали свое движение юных друзей-пограничников. Красный галстук – это частичка знамени России в древности, потому что раньше с красными стягами русские воины шли в бой. Дети должны быть чем-то заняты. Пионерия, юный друг пограничника, юный армеец. Чем больше у нас будет патриотической направленности клубов, я думаю, тем лучше будут наши дети. Более того, 13-я школа присоединилась к акции «Имя героя». И теперь пионерский класс носит имя героя Советского Союза Лизы Чайкиной, которая организовала партизанский отряд в годы Великой Отечественной войны, но в 23 года была расстреляна фашистами. Они изучали жизнь и судьбу Елизаветы Чайкиной. У нас есть видеообращение, которое нам послано из Москвы, из-под Москвы. Там школа, деревня, где училась Лиза Чайкина. Оттуда, там ребята, и эта школа носит ее имя. Также несколько ребят из этого класса живут здесь у нас в Сочи, на улице Лизы Чайкиной, где есть ее мемориал. То есть это имя не случайно возникло. В рамках месячника оборона массовой военно-патриотической работы запланирована масса мероприятий, в том числе и фестиваль солдатской песни, дорогами войны, акции «Открытка для героя», посылка для солдата и уроки мужества. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сегодня сочинские студенты охотились за удачу, и они приняли участие в городском квесте. Его посвятили предстоящему дню студента. Студенты нынешние и будущие всего более 30 команд сегодня собрались в парке имени Фрунзе. Молодежь ждал увлекательный квест. Его подготовил сочинский студенческий совет. Ребята сегодня прошли 12 увлекательных точек. Каждая из них поможет ребятам раскрыть свои личные таланты, свою командную сплоченность. К примеру, у нас есть точки на память, на ловкость, на реакцию. Есть специальные развлекательные точки. Студенты, например, играли в интеллектуальные настольные игры, отвечали на каверзные вопросы и прыгали командой на скакалке. Квест стал и развлечением, и тренингом по командообразованию. Всего в приключенческой игре приняли участие порядка 300 студентов. Студенчество является активной когортой нашего города. Это огромный процент жителей. У нас студенчество и молодежь являются активными участниками и общественной жизни города, и помогают в социалке также у нас в городе. Это важно, конечно. В итоге лучшими в квесте стали команды Кубанского юридического университетского экономико-технологического колледжей и Сочинского колледжа поликультурного образования. Они получили не только подарки. Главный приз, как уверяют сами студенты, это удача, которая будет способствовать каждому участнику квеста весь ближайший учебный год. Ну и на этом наш выпуск завершен. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.